МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости дня. Корреспондент ОРТ готов рассказать о самых заметных событиях города и области. Меня зовут Вадим Рыбаков, и вот о чем расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоселье – подарок к Новому году. Ключи от новых квартир получили дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья. Лечение в новых условиях. В промышленном районе областного центра после ремонта открыла свои двери взрослая поликлиника. Движение первых в Оренбурге. Отделение российского движения детей и молодежи зарегистрировано в 88-й школе. Лидерство по дегазификации. В Оренбурге более 3000 домов в этом году подключены к газу. Стать волшебником просто. Неравнодушные оренбуржцы осуществили мечту Софии Ситковой. Лечение в новых условиях. После масштабной реконструкции в промышленном районе Оренбурга открылась поликлиника номер 2. Около полугода в здании проводили ремонт, завезено новое оборудование. Утром в среду специалисты уже приняли первых пациентов. На открытие обновленного корпуса больницы побывал губернатор Денис Паслер. Глава региона не только оценил качество работ, но и пообщался с теми, кто на протяжении многих лет пользуется услугами поликлиники. Первые пациенты уже пришли на прием в обновленную поликлинику. И здесь их радует все – свежий ремонт, современное оборудование, а главное – персонал больницы. Для губернатора региона искренняя благодарность людей – лучшая оценка проделанной работы. Огромное спасибо всем, кто принял участие в восстановлении нашей поликлиники. Все больные, которые будут приходить, все пациенты, которые будут посещать, они будут вас помнить, вас благодарить. И всем, кто принял участие, желать большого здоровья. В здании на улице Химический ремонт не проводился с 1973 года – дата его постройки. Реконструкция началась в конце июня 2022-го. За несколько месяцев здесь успели провести полную реконструкцию. Узкие коридоры визуально стали шире благодаря дизайнерским решениям и правильной планировке. Позаботились и о том, чтобы снизить очереди на прием к врачу. Для этого сделали несколько входов. Общий для плановых пациентов – вход для людей с острой болью, диагностический для посетителей кабинетов УЗИ, рентгена или сдачи анализов. У нас получилось выделить инфекционный блок, чтобы со своим входом. Он отделяется от поликлиники, проведена полностью навигация. Вы сами видите, у нас есть и наружная, чтобы люди поняли, куда идти. И, конечно, внутренняя навигация, чтобы им было проще находиться в поликлинике. Больницу постарались максимально оснастить новым оборудованием. Рентген-аппарат, совмещенный с УЗИ, поможет не только точно определить диагноз, но и занимает меньше места в кабинете. Рентген-кабинет с оборудованием, с новым. Новый маммограф. Здесь не было такого оборудования в принципе никогда. Поэтому возможности на нем для обследования населения просто самые лучшие. К поликлинике прикреплено свыше 17 тысяч человек. Ранее из-за нехватки узких специалистов и технического оснащения пациентам приходилось ездить в другие больницы Оренбурга. Благодаря обновлениям теперь для жителей промышленного района медицинская помощь станет доступнее. Моя принципиальная позиция, чтобы минимально пациенты выезжали за медицинской помощью из своего микрорайона. То есть шаговая доступность должна быть не только по участковому терапевту, а здесь она была раньше только по участковому терапевту, но по базовым диагностическим мероприятиям. На ремонт здания потратили порядка 43 миллионов рублей. Профильный министр делится. В 2023 году в областном центре завершится ремонт детской поликлиники на проспекте братьев Коростелевых, свои двери откроет и новый корпус больницы на улице Солнышской. Алена Круглова, Игорь Бероев, Новости дня. Новоселье к Новому году. Ключи от новых квартир в Оренбурге получили дети-сироты и переселенцы из аварийного дома на улице Кольцевой. Какие изменения грядут в жизни новоселов, узнала Елена Еремина. События, которые точно запомнятся. Из рук губернатора Оренбургской области Дениса Паслера дети-сироты получают ключи от квартиры. Среди тех, кто обрел квадратные метры, Антон Лукиянец. Он делится своего жилья, ждал с нетерпением. Ну правда, как новогодний подарок прям. Ждали тут перед Новым годом самое. Конечно, рады очень. В квартире Антон будет жить вместе с женой и двумя детьми. У супругов двойня. Сразу после официального события они едут по заветному адресу. Условия оренбуржцы оценили. Все устроило. 38 квадратных метров, натяжные потолки, балкон. Остается доделать только мелочи. Повесить люстру, завести мебель. Уже сегодня установят кухню. Хозяйка в предвкушении, когда встанет за плиту. Здесь у нас будет кухня. Кухня-гостиная планируем сделать. Будет стоять диван, будет стоять кухонный уголок. Планируем накрыть новогодний стол здесь. И уже в третье 2023 и в своем жилье. Дети-сироты получают 22 квартиры. Всего в этом году оренбуржцам предоставлено 37 готовых жилых помещений. И на следующий год, как я уже сказал, эта сумма увеличена больше, чем на 100 миллионов рублей. И превысит миллиард 100. У нас еще немаленькая очередь, к сожалению, остается. Но за три года, с момента моего прихода, мы увеличили в три раза эту сумму. И, конечно, очередь начала двигаться интенсивнее. Рады квартирам и переселенцы. 10 человек обрели свой угол взамен квадратных метров в аварийном доме. Здание на улице Кольцевой было под угрозой обрушения. Теперь беспокоиться не о чем. Получали жильцы из аварийного дома, который не вошел в программу, потому что был признан аварийным после даты включения в программу. И так как там была опасность для проживания, не все хорошо было с этим домом, то губернатор конкретно на этот дом выделял деньги. По переселению сегодня действуют несколько программ. Основные мероприятия в рамках регионального проекта. В него вошли дома, которые были признаны непригодными для проживания до 2017 года. Есть программа по расселению исторического центра. В планах на следующий год отмечают специалисты уже по новой программе начать расселять более 100 домов. Лена Ерёвна, Алексей Назин. Новости дня. Более 460 спасенных жизней. В региональном МЧС подвели итоги года. За неполные 12 месяцев на территории Оренбургской области произошло 5 859 пожаров. 105 человек погибли, 107 получили травмы. Статистика смертности на пожарах пугает. За год в огне погибли четверо несовершеннолетних, еще 17 получили травмы. Основной причиной возгорания остается неосторожное обращение с огнем, говорят специалисты. Однако по сравнению с прошлым годом, отмечают в МЧС, наблюдается снижение и числа погибших, и числа пострадавших. Количество происшествий, связанных с огнем, меньше на 39%. Предпраздничная и новогодняя пора – традиционно время повышенных рисков. Спасатели призывают оренбуржцев соблюдать противопожарные правила. Не запускать фейерверки, петарды, прочую пиротехнику в помещениях и вблизи жилых домов. Также внимательно отнестись к выбору гирлянд и другого электрооборудования. С 30 декабря по 8 января 2023 года планируется введение на территорию региона особого противопожарного режима. Данным постановлением будут введены дополнительные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать. Не стоит забывать и о безопасности на воде. Несмотря на то, что на водоемах области лед относительно толстый. На сегодня замеры показывают толщину более 17 сантиметров. Также в региональном МЧС сообщают, что проверили все места, где в праздничные дни будут отдыхать дети. Лагеря, оздоровительные центры проинспектированы. Сотрудники получили указания и разъяснения, как вести себя в случае возникновения ЧП. Движение первых. В Оренбурге на базе 88-й школы открылось первое отделение в регионе российского движения детей и молодежи. Организация официально создана лишь 10 дней назад. Тогда в Москве состоялся первый съезд. Известно, что наблюдательный совет движения возглавит президент страны Владимир Путин. Торжественное подписание заявления и протокола. С этого момента средняя общеобразовательная школа номер 88 Оренбурга открывает отделение движения первых. Эмоции зашкаливают, потому что действительно это очень почетно для нас вступить в эту организацию первыми в регионе. Самой это все мне понятно, потому что я сама была в детстве и первым пионером, и первым комсомольцем. Везде активно участвовала, во всех движениях. Отделение российского движения детей и молодежи было создано по инициативе президента. Уже действующее объединение, российское движение школьников, юная армия, большая перемена и другие отряды стали частью одного целого. Оно включает в себя 12 направлений, где каждый школьник сможет найти себя. В нашей стране есть большой исторический опыт пионерского движения. Это структура, когда есть региональное отделение, местное отделение, первичное отделение. То есть, где ребята, участвуя в деятельности школы, потом могут выезжать на региональные мероприятия, на муниципального уровня мероприятия. То есть, вот эта структура, она, конечно, сохраняется. Сами же ученики за этот год успели поучаствовать в российском движении школьников. Каждому это помогло больше влиться в жизнь школы и стать большой командой. Сейчас делятся дети, будет еще больше задач. Очень рада, потому что сейчас появилось больше направления, больше возможностей для реализации. Участники событий отмечают, уже в этом году проделана большая работа. Создан совет движения, состоялся первый съезд педагогов и председателей родительской общественности. Решением съезда определили миссию, ценности и направление работы. По плану, в 2023 году движения первых должны открыться в каждом городе региона. Диана Кузюмбаева, Семен Воробьев. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, а во второй части выпуска вы увидите. Лидерство по дегазификации. В Оренбурге более 3000 домов в этом году подключены к газу. Стать волшебником просто. Неравнодушные оренбуржцы осуществили мечту Софии Ситковой. Это новости дня. Мы продолжаем. Оренбургская область – лидер по уровню дегазификации в России. Об этом на заседании Федерального штаба по газификации 27 декабря сообщил вице-премьер правительства страны Александр Новак. Показатель по газификации в регионе значительно выше общероссийского – 97,6%. По итогам 2022 года план программы дегазификации перевыполнен. Заключено почти 4000 договоров на дегазификацию. Сети доведены до границ 3700 земельных участков. Больше 3000 домов уже подключены к газу. По поручению президента, в Оренбуржии прорабатывается документ о единовременной материальной помощи ветеранам, многогазетным семьям, малоимущим и другим льготникам на покупку газового оборудования. Готовится программа газификации социальных объектов. Региональный оператор «Газпром газораспределения Оренбург» совместно с министерствами формирует список учреждений, которые войдут в график 2023 года. Волшебникам стать просто. Оренбуржцы исполняют мечты особенных детей. Чудо свершилось и для Софии Ситковой. Ребенок получил долгожданный подарок для творчества. А стать немного счастливее девочке помог «Добрый волшебник». Я хочу «Доброго волшебника» попросить краски, кисточки, мальбер. В канун Нового года София Ситкова загадала свое самое заветное желание, и оно сбылось. «Добрый волшебник» осуществил мечту ребенка и подарил возможность заниматься любимым делом – рисованием. «София, привет! Смотри, добрый волшебник, собрал тебе новогодний подарок. Попроси поздравить тебя с наступающим праздником. Держи. Это тебе. И это тебе». Теперь девятилетняя София сможет создавать на бумаге более красочные, разнообразные рисунки. Живопись – одно из немногих занятий, с которым девочка может справиться. В три года ребенку поставили диагноз – двусторонняя нейросенсорная тугоухость третьей степени. Сейчас практически все свое свободное время София посвящает художеству. А с таким набором она сможет заняться творчеством более профессионально. «Спасибо большое волшебнику». Из-за проблем со слухом пришлось оставить занятия танцами и найти что-то более спокойное, но не менее творческое. Способности к рисованию есть, поэтому после новогодних каникул София начнет заниматься в художественной школе. «Подарок очень кстати, потому что будет удобно рисовать, воплощать свои идеи для рисования. Выражаем благодарность доброму волшебнику за то, что сохраняет веру у детей чудеса». Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня. Исполнили мечту детей и взрослых. Специальная школа-интернат в селе Черный Отрог получила от газовиков новогодний подарок в виде нового автомобиля. Этого момента в учреждении ждали. Из-за отсутствия транспорта возникал ряд трудностей. Подробности далее. Ребят, смотрите, как здорово! Автомобиль новый едет! Ура! Искренние улыбки, радостные возгласы, эмоции от главного новогоднего подарка. Автомобиль будет служить воспитанником Черноотрожского интерната Саракташского района. Здесь обучаются 78 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за отсутствия транспорта ребята пропускали конкурсы, фестивали и спортивные соревнования. А на плановые медицинские обследования или с острой болью приходилось отвозить на личном транспорте, делится директор учреждения. В школе-интернате был очень старый автомобиль. Мы испытывали ряд трудностей. Люди отзывчивые, добрые, хорошие в этом году, на Новый год, нам преподнесли такой подарок. Нам подарили новенький автомобиль. К слову, машина не единственный подарок. В арсенале школы теперь есть и прицеп для хозяйственных нужд. А те самые неравнодушные люди – сотрудники компании «Газпромпереработка». С их помощью не первый год здесь решаются насущные вопросы. Эстафету добрых дел в коррекционном учреждении задал первый директор Оренбургского газзавода Виктор Черномырдин. Его последователи продолжили. Вот, например, в прошлом году мы помогали ремонтировать систему отопления. Своими силами в ремонтно-механическом цехе восстановили полностью с нуля котлы, которые сейчас обогревают воду и осуществляют систему отопления. Кроме этого, отремонтировали крышу и устранили течь в корпусе, где живут воспитанники коррекционной школы. Еще раньше деревянные окна заменили на пластиковые. Сейчас приоритетная задача – обшить здание специальными панелями, чтобы сделать его теплее. Юлия Тюшевская, Семен Воробьев. Новости дня. Легендарные К-701 «Росич» с Оренбургского конвейера отправились по всей стране. Предприятие «Ремтехсервис» получил патент на производство четырех модификаций трактора и на 60% освоило собственное производство. В канун нового 2023 года производственники подвели итоги работы и поделились планами. За шесть лет работы предприятие от ремонта тракторов выросло до их производства. Тракторные кабины изготавливаются от чертежа до готового узла. Мастера, а таковых на предприятии более полусотни, уже набили руку. Есть все перспективы для развития производства. Если умею, то в принципе ничего несложно. Просто надо головой думать. Объем производства на 2022 год у нас составили более 65 единиц машин. В 2023 году планируется наращивание как минимум на 20%. Специалисты компании набираются все больше опыта. Для производства кабин используются современные материалы, повышенная шумоизоляция, сплит-системы и даже навигация – все для комфорта тракториста. Реборский радиатор под заказ обеспечивает предприятие своей продукцией. Двигатели поставляют в Ярославский завод. Ходовую часть, раму, мосты, усовершенствованную рулевую систему делают сами. Ходовая часть, да, это доработанная К-700овская, то есть та старая добрая ходовка, которая была неубиваемой, она и сейчас неубиваемая. Мы ее просто дорабатываем. Запас прочности становится уже еще процентов на 20 выше. В Ремтехсервисе есть свой покрасочный цех, в котором тракторы обретают яркий апельсиновый цвет. Технику Ремтехсервиса можно встретить в сельскохозяйственной, дорожно-строительной отрасли, коммунальном хозяйстве. От Сургута до Ставрополья. Поздравляю коллег с наступающим новым 2023 годом. Руководство Ремтехсервиса желает своим соратникам с оптимизмом смотреть будущее. Победа, как принято говорить в наше время, будет за нами. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. О спорте. Завтра волейболисты Оренбургского нефтянника проведут последний матч уходящего года. В 14-м туре Суперлиги наша команда сыграет в Москве с Динамо. Под занавес календарь уготовил Оренбургцам встречу с сильнейшим клубом страны последних двух лет, чей состав по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился, в отличие от нефтяника. И фаворит предстоящей дуэли очевиден – действующий чемпион. Оренбургцы перед вояжем в столицу сыграли отложенную игру 11-го тура с Енисеем. Сибиряки смазали старт сезона, но постепенно нащупали свою игру. Подтверждением тому стала их предыдущая встреча, в которой они выдали три баланса с московским Динамо. В составе Енисея успешно выступают экс-оренбуржцы Осипов и диагональные Фицов с Яковлевым. Наша поездка в Красноярск не задалась с самого начала. Длительная задержка рейса нарушила всю подготовку к матчу. Хотя дебют прошел на равных до счета 7-7 в стартовой партии. Хозяева вышли вперед, а поведя 14-11, выдали нокаутирующий отрезок – 8 очков в одной расстановке. И сняли все вопросы – 25-15. Второй сет поначалу тоже был упорным – 5-5, 10-10. И опять наших сгубили множественные ошибки. Красноярцы без проблем забрали партию – 25-17. А в третий сразу пошли в отрыв – 6-2, 12-3. Хозяева не позволяли гостям организовать погоню и легко довели дело до логичного исхода – 25-14 и 3-0 в матче. Нефтяник остался на 13-й строчке турнирной таблицы. Ближайшие соперники – сплошь лидеры. Вся первая пятерка. Оба «Динамо», оба «Зенита» и «Локомотив». Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. На этом все. Эфир продолжит телевизионный проект «День с ОРТ». У нас еще много интересного. Не переключайтесь. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова